Здравствуйте! Вот опять хочу я ответить сегодня на вопрос наших телезрителей. Наши телезрители волнует природа тех доходов, которые получают биржевые спекулянты от операции с ценными бумагами. Как спекулировать ценными бумагами можно получить доход? И что это за доход? Какова его природа? Честный ли это доход? Я вам так скажу. Вот представьте себе нормального торговца. В советское время таких торговцев всех называли спекулянтами. Купили вы что-нибудь за рубль, продали это дело за рубль 20. Ну, скажем, покупали вы молоко, кефир, ну и продавали публике. Если вы не будете получать прибыль на этой операции, вы не будете ей заниматься. Соответственно, завод, молокозавод останется своим товаром, а покупатель останется без товара. Вы участвуете в этой цепочке доставки товара от производителя к потребителю. Вы выполняете очень нужную функцию, фактически говоря. Без вас не обойтись обществу. Нет. Вы никогда не останетесь без прибыли, если вы будете работать. А вот биржевые спекуляции – это нечто иное. Понимаете, биржевая спекуляция, она предусматривает, что кто-то все-таки проиграет в итоге. Будет ли этот проигрыш, вот сегодня произойдет. То есть вы утром купили за рубль 2 копейки, вечером реализовали за рубль 3 копейки, а завтра уже цена упала, рубль 1 копейка, вы опять купили, да? И таким образом вы заработали лишние деньги, да? Правильно? Вот такой вот выигрыш у вас получился. Две копейки, да, на каждой ценной бумажке приобрели. Колебание 1% произошло. Ясное дело, что здесь где-то должен быть и проигравший. Это дело все очень регламентировано. Это дело – это биржевая торговля. В странах с развитой биржевой торговлей, со старой биржевой традицией, есть, существуют законы, которые предусматривают очень жесткое наказание за использование инсайдерской информации. То есть если вы знали, что завтра бумаги упадут, и сегодня вы их успели реализовать на пике роста, то это значит, что вы, может быть, и нарушили этот закон. Если вы знали об этом, знали какой-то внутренней инсайдерской информации. Это нехорошие такие вот люди. Понятное дело. А бывает, рынок постоянно растет. Этот рост рынка продолжается годами, бывает, да? Такой стабильный. Бывают даже периоды роста рынка, который продолжался лет 10. Вы вкладываете в рынок ваши деньги, покупаете акции. Эти акции дорожают. Что вам делать? Вы можете акции заложить в банки, получить кредит и еще купить акции. Еще, еще. Вы богатеет. И все богатеют, потому что постоянно все дорожает. В Москве, например, дорожают квартиры. Вы купили квартиру, она подорожала. Вы можете радоваться. Вы будете еще богаче скоро, потому что еще сильнее подорожает. Понимаете как? Ну, а тут с ценными бумагами. И вот рано или поздно за это чем-то придется заплатить. Либо инфляцией, потому что вот эта цена-то будет высокая, но только на бумаге. На самом деле за эти деньги вы не купите того, что могли купить за те маленькие деньги, что вложили в акцию 10 лет назад, допустим. Вот такой момент. То есть все потихонечку сами себя обманули и жили в этих условиях инфляции. А может быть, что это произойдет такой вот резкий спад, резкий обвал, когда проиграет большинство, кроме тех, кто успеет избавиться от всех этой кучи денег. Это называется биржевой крах. И главнейшая задача биржевого законодательства – обеспечить невозможность такого резкого уменьшения цены ценных бумаг, чтобы вот этого глобального биржевого краха не произошло. Вот я попытался вам рассказать, на чем же тут зарабатываются деньги. Честно говоря, спекулировать, так сказать, творогом или вениками для бани гораздо честнее, чем ценными бумагами. Это мое субъективное мнение. Всех благ вам, удачи, до свидания. Продолжение следует...